Здесь 80 деталей, они соединены крючком, а это цельные модели. Без малого полгода на создание этого льняного великолепия. И не в деньгах дело, душа требует, руки сами крючок берут. А увлеклась вязанием Татьяна Николаевна всего 6 лет назад. С тех пор любимому занятию посвящает каждый свободный вечер. Не я одна этим занимаюсь, еще есть люди, у нас еще есть плетение на коклюшках, у нас есть женщины, которые вышивают, а это как бы моя небольшая толика в культурное развитие нашего поселения. И всеми этими талантами богато Федотова. А вот новлинцы хвастаются сушками и пирогами. Представители других сельских поселений рекордным урожаем и, может, самыми упитанными в области гусями. Соперничества между стендами нет никакого. Каждый привез что-то свое, уникальное. И то, что Вологодский район первый по многим показателям, соглашаются все. Документы это подтверждают. Именно Вологодский район в лидерах по строительству жилья, по строительству газопроводов. Именно он носит титул чемпиона по объему выпускаемой сельхозпродукции. Сегодня Вологодский район более 30% по Вологодской области производит молока. Самая высокая продуктивность коров дойного стада в Вологодском районе. 30% мяса, яйца. И то, что Вологодский район становится и есть основой агропромышленного комплекса не только Вологодской области, но и Российской Федерации. А самое благоустроенное сельское поселение в районе Сосновская. В прошлом году оно победило в специальном смотре конкурса и завоевало право принимать этот праздник. В этом году мы вводим новую традицию проведения вот этого праздника Вологодского района. Его мы проводим в том сельском поселении, на той территории, которая победила в конкурсе по благоустройству. И вручаем этому поселению, который победил приз, переходящий, а также сертификат в 1 миллион рублей, который пойдет также на благоустройство территории. Новые скамейки, новые урны для мусора, цветы, деревья, конечно, сосны. Поселок преобразился к празднику. Все это могли воочию увидеть сотни гостей, не только из нашей области, но и из других регионов. Сразу 10 площадок работало в день Вологодского района в поселке Сосновка. И для каждого были развлечения. Для самых маленьких батуты и аттракционы. Для тех, кто немного постарше, пляжный волейбол и мини-футбол. Ну а для взрослых большая концертная программа и самое зрелищное показательное выступление русских троек. Эта тройка обладатель сразу нескольких кубков, и больших, и малых. Она одна из лучших в России фигур на езде и управляет ей уникальный наездник. Это, во-первых, виртуоз, виртуозно управлять лошадьми, потому что он может даже одной рукой управлять лошадьми. Это единственный, наверное, наездник в России, который может одной рукой управлять тройками. А это тоже чемпионы. В одном из самых зрелищных видов спорта – конкурент. Чемпионы здесь на каждой площади и на каждом стадионе. Скорее, больше спортивным получился этот праздник. Старт еще одного соревнования объявили тут же. Следующий день Вологодского района пройдет в самом красивом и благоустроенном поселении. Итоги этого состязания подведут через несколько месяцев. Александр Устинов, Василий Попурин. Новости Вологды.